МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика. Об основных событиях пятницы вам расскажут мои коллеги и я, Галина Титарчук. Сегодня в выпуске. Многофункциональные центры станут ближе. Председатель правительства России провел совещание по расширению сети центров госуслуг. Будет ли в Чебоксарах индустриальный парк? Сегодня этот вопрос обсуждали представители правительства, промышленности и организации «Деловая Россия». К крещению новый храм в Цивильском районе на поднятие креста пришло все село. Сеть многофункциональных центров в ближайшие годы окутывает всю страну. Уже к концу 2015-го они должны обслуживать 90% населения России. Такие задачи перед руководителями регионов сегодня поставил председатель правительства Дмитрий Медведев. Подобные учреждения должны появиться даже вблизи отдаленных сел. Главный принцип – шаговая доступность. Как поручения федерального центра планируют исполнять на местах, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Многофункциональные центры зарекомендовали себя во всех регионах. С каждым годом увеличивается количество тех, кто приходит туда с заявлениями. Принцип одного окна, когда не нужно бегать с бумагами по инстанциям, бесспорно удобен. Это понимают все. Только в прошлом году центры госуслуг обслужили 25% населения страны. В России сейчас работают около 600 МФЦ. Но задача куда глобальнее. Нужно создать практически по 3000 многофункциональных центров. Во всех МФЦ должны быть организованы специализированные колл-центры, так называемые, куда можно позвонить и получить предварительную консультацию по любой из услуг. Можно ее сделать, можно ее получить в конкретном центре, или же она еще пока не введена в режим единого окна. До центров люди не должны добираться слишком долго. Их необходимо открывать в каждом районе. Идеальнее всего по несколько МФЦ на один муниципалитет. Это не должно пугать местных властей. Где-то возможно построить новые здания, где-то использовать пустующие помещения. Главное создать для клиентов все удобства. Дмитрий Медведев потребовал не срывать намеченных сроков и уже предусмотреть в бюджете средства. Отдельная, очень важная тема, это люди, которые работают в МФЦ. Это должны быть квалифицированные специалисты. Они работают с гражданами, причем по набору услуг это огромное количество обращений, просьб, консультаций. Это не просто кнопки на компьютере нажимать. Это должны быть люди, которые понимают, чего хотят наши граждане. Они должны уметь быстро обратиться к соответствующей электронной базе, состыковать эти данные. За этот проект все главы будут нести персональную ответственность. Еще до открытия многофункциональных центров необходимо составить схему их размещения. По расчетам только одно окно должно обслуживать 5000 человек. Абсолютно все многофункциональные центры должны работать как часовой механизм, потребовал от российских глав председателя правительства. Даже при сильной загрузке люди не должны простаивать в очередях. Максимум 15 минут. В Чувашии многофункциональные центры работают почти в каждом районе. До конца этого года в республике должно открыться более 110 окон. Самые востребованные услуги, сделки с недвижимостью, запись в детские сады, поиск работы. К специалистам только в прошлом году обратилось более 300 тысяч человек. Чтобы не создавать больших очередей в Чувашии, готовы открывать и новые центры. Андрей Ковалев, Николай Яковлев и Андрей Шоклев. Республика. Возможности республики по поддержке малого и среднего бизнеса, в первую очередь производственно-инновационного, сегодня оценивали приезжие эксперты. Среди них вице-президент деловой России Александр Осипов. Эта организация известна тем, что представляет интересы производственников. В помощь малому и среднему бизнесу республиканская власть готовит масштабный проект. В его рамках планируется создать индустриальный парк в Чебоксарах. Проще говоря, на общей специально отведенной территории со всей необходимой инфраструктурой разместятся самые разные предприятия. Такие желающие в республике уже есть. Но сам проект не из дешевых и без бюджетной поддержки никак. С потенциальными резидентами индустриального парка сегодня встретились эксперты в этой области. Только на предприятии можно увидеть все своими глазами и пообщаться непосредственно с производственниками. Узнать, как дышит и чем живет предприятие, с какими проблемами сталкивается. Заодно выяснить ответ на главный вопрос. Есть ли потребность в индустриальном парке и насколько она оправдана. Ключевым вопросом для нас является рациональность вложений и региональных и федеральных в подготовку инженерной площадки, обеспечение инженерной энергетической инфраструктуры, транспортной доступности. И вот из таких переговоров и детальной привязки состоит наша поездка. В основном ознакомиться с конкретными задачами у каждого из будущих потенциальных резидентов и посмотреть, как это накладывается на те возможности, которые предоставляет конкретно выбранная площадка. Для специального конструкторского бюро, систем промышленной автоматики, индустриальный парк – новые возможности. Нужны свои помещения по приемлемой стоимости. Нехватка площадей зачастую одна из больных тем для бизнеса. Вместе с тем в республике есть хороший задел в промышленности. Но она задыхается на старых площадях, нередко отсталых, внутри города. При том, что логистика тоже хромает. Старая, неконкурентоспособная. Делятся своими первыми впечатлениями эксперты. Надо дать сегодня и бизнесменам, и работающим в ней людям современные просторные помещения. Самое главное – перепроектировать на конкурентоспособных условиях нынешние технологические цепочки, сочетание со складскими помещениями, с транспортной доступностью, необходимые офисные помещения. И все это, чтобы на силу уже предоставляло возможности для наилучшей конкурентоспособности этих производств. С другой стороны, вывезти их за город, облегчить им таким образом грузопотоки, обмен товарами, комплектующими, поближе друг к другу по технологическим цепочкам скомплектовать, и таким образом дать им общее облегчение и другие возможности для роста. По сути, индустриальный парк помог бы решить проблемы. Именно поэтому правительство республики взялось за этот дорогостоящий проект. Земельный участок нашли в районе промтрактора, но там необходимо создать всю инфраструктуру. Минокреспублики готовят соответствующую заявку, чтобы получить деньги на индустриальный парк. Транспортную специфику мы пока не определили. Почему? Потому что резидентов на самом деле много. У нас сегодня уже подписано соглашение порядка 15. Это около миллиарда рублей. Это 400 рабочих мест уже сегодня готовы организации создать. Ну и говорю, вот, сейчас мы определимся по возможностям, по совмещениям, потому что одно предприятие не может находиться рядом с другим. Ну, это связано с охраной зоной и так далее. Вот эти работы все мы проведем уже, наверное, я думаю, в ближайшие два месяца мы определим, кто где будет располагаться, какие дополнительные работы необходимо привести. Ну и вот вообще дорожную карту, в принципе, развития этой индустриальной пары. Такое общение – возможность поделиться лучшими практиками других регионов. По самым разным проблемам. Наиболее рационально обойти острые углы. Поговорить есть о чем даже успешном предприятии. Эксперты рассчитывают, что их визит оставит след и позволит более тонко и корректно настроить программу поддержки малого и среднего бизнеса, в частности, создания индустриального парка в столице. Ольга Григорьева, Николай Яковлев, Республика. Работники прокуратуры Чуваши отметили профессиональный праздник несколько позже, чем по всей России, в связи со взрывом газа в Цивильском районе. Торжества решили перенести. Сегодня не только раздавали заслуженные награды, но и подводили итоги работы. Общее состояние преступности в Чувашии прокуроры характеризуют как стабильное. По сравнению с 2011 годом наметилось снижение количества противоправных деяний на 8%. При этом убийств стало меньше вообще на 17%. В 2012 году объектом пристального прокурорского внимания стали компании и фирмы в сфере ЖКХ. Выяснилось, что ущерб от их деятельности превысил 50 миллионов рублей. Благодаря вмешательству прокуроров отменены завышенные тарифы на отбавки. Выявлены множество случаев некачественного оказания услуг. Кроме того, работники прокуратуры активно занялись правовым просвещением граждан, причем не только в сфере их отношений с управляющими компаниями, но и в иных случаях. Национальная телевидение Республики совместно с прокуратурой открыло проект «Правовое поле». И меньше чем за полгода мы успели обсудить немало важных тем. Антикоррупционную работу прокуратуры можно оценить положительно. Только за 2012 год выявлено свыше 3000 нарушений. Вынесено более 800 предписаний. К дисциплинарной ответственности привлечено более 600 должностных лиц. Заведено 62 уголовных дела. Все это свидетельствует о принципиальности и бескомпромиссности работников прокуратуры. Сегодня нет ни одной сферы жизни общества, которая могла бы обойтись без правовой поддержки. Престиж профессии неразрывно связана с ее колоссальной ответственностью. Потому что главной задачей данной профессии является установление справедливости. Учредив прокуратуру, Петр Первый назвал ее оком государевым. И сегодня, спустя почти 300 лет, ее работники стоят на страже государственных интересов. Вы и обвинитель государственный, вы и защитник государственный, когда правда нужна. В 2013 году смотреть программу национального телевидения смогут еще больше жителей Чувашии. Компания Ростелеком расширяет свою сеть и подключает к интерактивному телевидению новых абонентов. Сегодня, допустим, ваше национальное телевидение, если взять это Чебоксары, наша обычная аналоговая сеть кабельного телевидения, вы, это более 100 тысяч абонентов, смотрят в обычном аналоге, это Кугеси, наш поселок, и Чебоксары. Смотрят это в аналоговом телевидении, ваш канал присутствует. А если смотреть интерактивное телевидение, то интерактивное телевидение смотрит вся республика, и те 100 сел, которые имеют оптический сегодня канал, линии связи к себе. Мы на этом не останавливаемся в этом году, мы продолжим этот путь. Я думаю, еще определенное количество населенных пунктов будет подключено к поводу. И то есть у них появится возможность такая смотреть это телевидение. О том, как развивается цифровое телевидение, смотрите сразу после программы «Республика». В селе Чурачики Цивильского района состоялось знаменательное событие для всех православных верующих – освящение и поднятие купола и креста на церковь Успения Пресвятой Богородицы. За уникальным событием наблюдали многочисленные верующие и наша съемочная группа. Рабочие проверяют, все ли готово к подъему конструкции. Подъем осуществляется уже готового купола с готовым позолоченным крестом. Прежде чем крыновщик приступил к работе, отец Гурий окропил купол с святой водой. Для всех жителей это знаменательное историческое событие. Приход был построен на средства прихожан в 1828 году. В советские годы вместо церкви здесь располагался молокозавод. Позднее и его не стало. В наши дни церковь восстановили. По словам настоятеля прихода отца Валерия, поднятие купола и креста на колокольню храма – значимое событие для сельского поселения и важный этап по созданию святын республики. Все было заброшено, храм почти не видно, место стояло. Все заугорожало. Тут американский клён и гуча мусора лежал. Невозможно было. Многие даже спрашивали, где же у вас храм находится. Я объяснял, будет в каком месте. Даже не будет храма видно. А сейчас вот колокольня виднеется. Вчера еще узнал, что это ставят. Сегодня ночью не спал, чтобы сюда приходить. Я приехала сюда из соседней деревни, в виде косы. Настроения очень хорошие, приподнятые. Мы очень обрадовались, что у нас в соседней деревне такую церковь открывают. После освещения купол вместе с крестом при помощи подъемного крана несколько часов поднимали на колокольню. После установки сельчане и гости района смогли посетить храм, помолиться о здравии и, конечно, поставить свечку за возрождение святого прихода. Ныне Фатагирова, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня вечером ожидается большое количество желающих окунуться в крещенскую купель. В Чебоксарах будет продлена работа автобусных маршрутов номер 7 и номер 22. От пригородного автовокзала седьмой автобус в последний рейс отправится в половине первого ночи. От Свято-Троицкого монастыря без 15 час. Из юго-западного района на 22-м уехать к Веденскому собору можно будет в 0.10, обратно без 25 час. Также от Свято-Троицкого монастыря до Маштехникума будут курсировать маршрутки. В 6 вечера все подразделения МЧС перешли в режим готовности номер 1. В местах массового купания Республики организовано круглосуточное дежурство спасателей. В эту ночь, чтобы обеспечить безопасность, у купелей будут находиться около 350 работников экстренных служб. В Ночебоксарске в крещенскую ночь в бассейне спорткомплекса будет организовано купание в освященной воде. Кстати, сегодняшняя ночь обещает быть морозной до минуса 20 градусов. Так что рассчитывайте силы, прежде чем окунуться в крещенскую купель. Мы поздравляем всех верующих с праздником. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова